Всем привет! Сегодня я хочу вам показать фотографию, которую я сделал внутри так называемого карликового государства, государства Ватикана. Статус Ватикана в международном праве это вспомогательная и суверенная территория Святого Престола, резиденция высшего духовенства, руководство Римско-католической церкви. Ватикан находится на территории Рима, можно сказать на территории Италии, грубо говоря это просто некая территория, которая находится за ограждением, а это ограждение охраняет швейцарские гвардейцы, такие красивые, достаточно высокие ребята, в интересной форме, красивые, старинные. Даже я видел некоторых с лебардами. Официально оно появилось 11 февраля 1929 года при Муссолини, который установил статус современного города и государства. Откуда такое название? Есть там Ватиканский холм и вот от этого Ватиканского холма получилось название государства Ватикан. Итальянское название Ватикана, стата де ла сита де ла Ватикана, ну примерно так звучит я по-итальянски не учу. Язык итальянский государствы. Что касается политической системы, то вся власть, как исполнительная, так и судебная, находится у Папы Римского. А Папа Римский избирается кардиналами на пожизненный срок. После отречения или смерти опять собирается конклав, который решает, кого избрать на этот пост. А как вам известно, что Папа Римский считается наместником Бога на земле. Очень много различных было вопросов по поводу территории Ватикана, кто за что отвечает. Или Италия за часть территории отвечает, или именно государство Ватикана за часть территории отвечает. Там действительно сложно разобраться. Но надо сказать, что по некому соглашению говорят, что Ватикан может не допускать на свою территорию какие-то исполнительные и судебные власти Италии. Просто закрывать эту территорию. Ну потому что это государство, видимо. Много там я читал, и, честно говоря, достаточно сложно. Но так как это государство, естественно, конечно, оно имеет экономику. Экономика существует за счет пожертвований католиков всего мира. Сувениров, ну и так далее, и так далее. Бюджет Ватикана составляет 310 миллионов долларов США. Там есть свой банк, который называется Институт религиозных дел. Есть свои некие силы вооруженные, которые состоят из дворянской гвардии, палатинская гвардия, папская жандармия и швейцарская гвардия. Но это было до 70-го года. Вот были ликвидированы дворянская, палатинская и папская жандармия, а осталась швейцарская гвардия. Павел, по-моему, шестой реформировал все это дело в 1970-м году. Она и жандармия, она и швейцарская гвардия. Она подчиняется только святому престолу. Ему тоже свои сооруженные силы. Что касается населения Ватикана, это подданные, которые имеют паспорт, являются служителями католической церкви. А паспорт номер один выдается действующему папе. Вот я прочитал в Википедии на 2005 год. Население ставило из 555 подданных святого престола. Что касается достопримечательностей Ватикана, ну, во-первых, конечно, это сам Ватикан. Различные ватиканские музеи, в которых сосредоточены очень просто, я думаю, что только часть какую-то очень маленькую может видеть обыкновенный обыватель, обыкновенный человек. Вот различные шедевры архитектуры, собор святого Петра, конечно, красивейшие здания. Вот. Вот. Ватиканские библиотеки, Сикстинская капелла. Вот. Потряс меня собор святого Петра. Во-первых, почему-то у меня там не получились фотографии. Говорят, что вот так оно часто бывает, когда на моленном месте фотографируешь. Огромное количество людей. Вот. Там есть скульптура Петра. И идет очередь, которая трогает его за палец. Вот. И этот палец горячий. Тоже почему-то потрясло. Я не знаю, почему. Но на моленное место это чувствуется, внутреннее состояние такое воздушное. Хотя, ну, вроде как я другой веры, но я не католик, христианин. Вообще, я в этом не здорово разбираюсь. Но, в общем, на моленное место это чувствуется, это просто вот чувствуется, чувствуется. У нас была стандартная экскурсия. Мы ходили по Ватикану. Большая территория. Но все это по-быстрому. Если бы так вот походить, посмотреть более внимательно, это все было в таком нон-стопе. Но все равно это производит впечатление. Просто производит впечатление. Если будете вдруг, будете в Риме, обязательно надо потратить время и сходить в Ватикан. Там огромная очередь для того, чтобы попасть внутрь этого Ватикана. Но от того стоит, поверьте, это очень здорово. Просто это очень здорово. Всем рекомендую. Конечно, на фотографиях тут особо ничего не покажешь. Тогда еще у меня и видео не было снимать. Но это классно. Рекомендую всем. Все, пока. Всем привет. До свидания. Всего хорошего. Вот как смог, показал какие-то фотографии вам Ватикана. Пока-пока. Ну, конечно, нужно сказать, что Собор Святого Петра это огромное сооружение, которое поражает своими размерами. Одновременно там могут находиться 60 тысяч человек. Купол этого здания имеет внутри высоту 119 метров, диаметр 42 метра. Под куполом находится такое пространство, где находится огромный балдахин. Киворий называется. На четырех таких витых колоннах, которые создал архитектор Бернини. Конечно же, там есть шедевр Микеланджело. Промерная пиета. У нас была создана Микеланджело в 15-16 столетии, когда ему было всего лишь 23 года. Вокруг этой статуи очень много происходило событий. Ее хотели разбить. В результате ее защитили стеклом. Ну, вообще, там очень много интересного. Отличные барельефы, алтари и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то надгробия. Мало того, значит, вот под собором находится огромный склеп, в котором стоят погребения, гробы. Я не знаю, как это называется. Ну, наверное, гробы все-таки из мрамора, да, в которых помещены останки великих пап, которые стояли во главе Ватикана. Ну, в общем, производит впечатление, конечно, собор. Ну, вот остается еще некоторое время до заказа... Ну, остается некоторое время до окончания показа фотографий. Я хочу вам рассказать, что... Ну, во-первых, у Ватикана есть свой сайт. Ватикан.ва, который содержит официальную контактную информацию, ежедневные пресс-бюллетени, речи святого отца, отцифровки из ватиканских архивов и т.д. Имеется огромная ватиканская библиотека. Ну, и что там внутри, это все будет, наверное, никто и не знает. Там собрание огромного количества документов. Есть информационный портал радио Ватикана. Я, кстати, туда в свое время посылал свою мелодию одну, но, в общем, по-моему, не транслировали на радио Ватикана. Имеется своя газета. Имеется железнодорожная ветка, которая соединена сетью итальянских дорог. Есть свой вокзал. Это железнодорожная ветка порядка 700 метров. Ходят различные справочники. Своя телефонная служба. Управление ватиканскими телекоммуникациями. Но это действительно нормальное государство. Хотя, как говорят, карликовое, но это нормальное государство, в котором есть все. А вот я знаю, что Ватикан подписал даже договор с итальянским подразделением международного оператора сотовой связи Водофон. Ну, у них нет своих операторов сотовой связи. Кстати, есть ватиканская почта. Тоже можно из Ватикана отправить какое-то послание. Кстати, это очень модно на Западе, когда человек путешествует из разных государств, из разных стран, посылает какие-то открыточки. Надо отметить, что вот даже наш президент встречался с Иоанном Павлом II. Ватикан не устанавливает дипломатические отношения, не участвует в международных организациях и не заключает международный договор, поскольку является суверенной территорией Святого Престола. Какие-то определенные дипломатические отношения всегда с различными государствами есть. Он поддерживает отношения со 174 странами мира, в которых он представлен папскими послами, нунцией. Он поддерживает отношения, диплоотношения с Северосоюзом и Организацией освобождения Палестины. Является членом 15 международных организаций ВОЗ, ВТО, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ФАО. В общем, ну, нормальный государство, просто вот нормальный государство. Субтитры создавал DimaTorzok